Вместо школьной линейки реанимация. Утро 1 сентября. Сергей Раевский, как обычно, встретился на общем балконе с 86-летним Борисом Степановичем. Обменялись дежурными фразами и вместе пошли по квартирам. На пакет в руках соседа Сергей внимания не обратил. Сосед шел сзади, а мой супруг подходил к двери. И, как я уже потом видела, происходил следственный эксперимент, рассказывал сам сосед, который находится вот в этой квартире сейчас, что мой супруг упал и не подавал признаков жизни. А сосед зашел домой и лег спать. Сергей смог добраться до квартиры и стекал кровью на руках 11-летнего сына. Теперь мальчику требуется помощь психологов. Медики констатируют, мужчина выжил чудом. Супруг перенес операции, не одну операцию. Сейчас он вышел уже из реанимации. Но врач сказал, что будет очень реабилитация долгая. И, скорее всего, последуют еще какие-то операции по восстановлению. Никаких конфликтов между семьей Раевских и Борисом Степановичем не было. Странности в поведении соседа жильцы заметили весной. Но тогда внимания на них не обратили, списали на возраст. В конце апреля он начал говорить такие вещи, как «Ребята, у вас установка, ребята, вы включаете самовары, вы меня излучаете, вы меня облучаете, уберите вашу вахту, вы здесь не живете». Соседи подтверждают, с Борисом Степановичем бок о бок живут больше 20 лет. Спокойный, тихий. В конфликты с жильцами не вступал. «Этот сосед с виду добрейшей души человек. И, возможно, он и неплохой вовсе, но, видимо, одиночество, как я уже выяснил, он довольно одинокий. Он жил один. Дети у него есть, две дочери, но они были сильно удалены от него. Возможно, это одиночество привело его к вот такому исходу». «Мне в домоправлении жаловались на него, что он пишет жалобы, никого не пускает, что от него протекает, он не разрешает ничего трогать. В общем, скандальный дедушка. Я была, конечно, очень удивлена, но, в принципе, иногда от тихих людей можно ожидать всего, чего угодно. Но такого случая мы даже не могли себе представить». Еще одной неожиданностью для жильцов дома стало решение суда. По гуманным соображениям, из-за солидного возраста и состояния здоровья Борис Степанович помещен под домашний арест. В удовлетворении ходатайства следователя о заключении его под стражу суд отказал. «На нем также лежат ограничения данным постановлением. Это в виде покидания жилища без разрешения, не общаться и не созваниваться по телекоммуниционным системам, в том числе использовать интернет. И хотелось бы отметить, что, конечно, на нем, на ноге, скорее всего, надет браслет, сами мы этого не видели, который, в принципе, фиксирует его отдаление от местоположения, в том числе по местонахождению по адресу его фактического жилья». «Я сейчас очень сильно боюсь за своих внуков. И я не знаю, как теперь мне заходить домой. Он может сделать все, что угодно». «В данный момент все жильцы перепуганы. Не только нашего дома, но и близлежащих домов. Дети заходят в подъезд с опаской». Решение суда семья потерпевшего намерена обжаловать. Уже обратились в Московский областной суд. Жильцы их поддерживают. Потенциально опасный сосед, по общему мнению, должен быть изолирован. «Это, конечно, только апелляционное и касационное обжалование данного решения. Хочется отметить, что срок такой меры пресечения в виде домашнего ареста избран на два месяца. В любом случае он будет продляться. Вот если будет нарушаться домашний арест данным гражданином, да, подозреваемым на данный момент, то, в принципе, ему могут изменить меры пресечения». Пока же место жительства пришлось поменять Раевским. Уехали спешно, ночью. Надеются, что престарелому соседу все-таки будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. И он понесет справедливое наказание, ожидать которое будет вдали от дома. «Это особо тяжкие преступления по покушению на убийство. Это наказание не может быть свыше, ограничивается именно покушение 10 лет. Это как минимум и максимум этого наказания. Ну и плюс лишение свободы за хранение боеприпасов или огнестрельного оружия предразумевает самое то же лишение свободы от 3 до 5 лет. В принципе, в совокупности, по сложению, это где-то больше даже 10 лет получится наказание. Если, конечно, он будет признан судом виновным». Сам подозреваемый свою вину в совершении преступления не признал. По словам Оксаны Раевской, когда он узнал, что Сергей выжил, расстроился, что не довел начатое до конца. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».